Тема гендерных стереотипов так или иначе затрагивает многие сферы жизни, и ювелирное искусство не стало исключением. Обручальные кольца и лучшие друзья девушек тоже оказываются под влиянием тренда, связанного с размытием границ между мужским и женским. Выставка «9 марта», которая открылась в Челябинске, была как раз посвящена современному феминизму. Она рассказывала, как и многие из наших авторов, свою личную историю о том, что когда она была маленькая, ее папа работал автомехаником, она ужасно хотела этим заниматься, ей было интересно, она просила папу что-то ей рассказать, показать, взять ее с собой, но он говорил, нет, извини, твое место рядом со стиркой белья, глажкой, вот это вот всего. И теперь Лиза выросла и сделала это колье из расплавленных прищепок. То есть оно буквально вот отсылает к такому труду женскому, стереотипному. И дальше мы все надеемся, что эта история закончится хорошо, и вот что этим украшением она как-то переломит эту практику. Но нет, она пишет о том, что сейчас у нее есть маленькая дочь, и она очень часто ловит себя на том, что с этой своей дочерью она занимается ровно тем же самым. Они гладят, вешают релье, и в общем из раза в раз, из поколения в поколение повторяют вот эту вот практику. Но тем не менее эта история вылилась вот в такой вот колье. Каждое украшение нужно рассмотреть поближе, нужно увидеть, наверное, саму суть, которую хотел передать автор той или иной работы. Поэтому, наверное, сразу узнать посыл не всегда получается, но очень интересно всегда послушать какую-то историю, даже какой-то, наверное, личный бэграунд каждого автора, каждой работы. У многих это какая-то своя частная история, причем очень часто какой-то вот просто эпизод из жизни, который они проговаривают таким образом. А многие, наоборот, говорят, например, о проблеме, которая существует в их стране и которая действительно важна там, является причиной, не знаю, выхода в тысячу человек на митинг, например, как в Мексике. Мы привезли работу, которую сделала художница Лорена Лазард, она родом из Мексики. И мы таким образом узнаем о том, какие существуют проблемы в каждой стране. Например, у нее такое ожерелье, где висят силуэты, знаете, как в криминальной хронике, обведенные мелом, как бы силуэты убитых женщин. И она просто рассказывает о том, что в Мексике ужасно сильна проблема фемицида, просто убийство женщин именно по гендерному признаку. И у них там многотысячные демонстрации против этого, и они пытаются решить эту проблему. Она сделала эту работу, чтобы как бы ее показать. У нас такой проблемы нет, у нас есть другие, но это нет. Или, например, была художница, которую мы сюда не привезли, она была из Австралии, и она сделала работу, которая была посвящена дискриминации не просто против женщин, а против женщин коренных народов Австралии, потому что оно оказывается еще сильнее. Там они в гораздо большем процентном соотношении бывают. Там страдают от домашнего насилия, несправедливо попадают в тюрьмы и так далее, и так далее. Она просто сделала серию работ, посвященную этому. Поэтому, как бы, переиначив немножечко традиционную технику изготовления украшений коренных народов, сделав ее там более яркой такой, и написав на ней цифры, вот это именно процентных соотношений. Вот, ужасно интересно. Просто мы таким образом тоже узнаем немножечко больше о мире через это украшение. Оно провокационно, и что-то вызывает у меня абсолютно разные эмоции. А вообще, в целом, да, все, что происходит, человек так или иначе переходит на уровень эмоций. И в этом смысле это очень важная история. Выставка в Челябинске проходила всего три дня. Но и этого хватило, чтобы оставить после себя едкое послевкусие и спровоцировать жаркие обсуждения. Нельзя равнять то, что разное. Мы один биологический вид, мы совершенно разные. И многие женщины, равняясь на мужчин, становятся, ну, наверное, грубо будет сказано, но мужеподобными забывают, что в них есть женщины. У них есть женственность. Им иногда нужно просто радоваться жизни, и больше спать, и варить борщ, и от этого будет хорошо. Мне кажется, феминизм – это здравый смысл. Это равенство людей во всех проявлениях, в работе, в бизнесе, в творчестве, во всем. То есть, поэтому, мне кажется, феминизм – это такое равновесие в обществе. В современном обществе феминистки получают колоссальную поддержку и привлекают все больше людей к этой проблеме. Только почему-то все забывают про мужчин, на которых также вешают ярлыки и заставляют в чем-то оправдываться. Если считать, сколько у нас было заявок на разные темы, конечно, про проблемы женщин, их огромное количество, их намного больше. И это очень печально. Но я думаю, опять же, что это просто этап, и в какой-то момент, то есть вообще-то разговор начинается о том, что вообще равенство, оно хорошо для всех. И то, что мужчина у нас умирает на 20 лет раньше – это прямое следствие того, что мы как-то относимся по-разному к себе и друг к другу, и руководствуемся какими-то, ну, в том числе гендерами, что неверно. И надеемся, что об этом тоже начнется разговор. Для любителей искусства – это шанс открыть для себя жанр контемпорари. Для тех, кто в теме – задуматься о повестке дня современного феминизма. Ведь эта выставка объединила авторов со всего мира, и каждый из них через свою работу отразил проблему своей страны, либо же личную историю и частную боль.